В зале искусств библиотеки имени Горького прошла презентация произведения Владимира Малиновского «Пряничный домик». Сюжет книги поднимает одну из злободневных проблем современности. Эпоха цифровизации, которая вводит о собственных чувств и мыслей людей, постепенно вытесняет всевозможные гаджеты. Тему продолжит наш корреспондент. Подросток Гена живет в интернате. Серые стены, фасад и неинтересная жизнь. Он смотрит из окошка на пряничный домик, который, по его мнению, очень красив и мечтает, что будет в нем жить. С мамой, братом и девочкой Лизой, с которой он дружит. Но пряничный домик оказывается не тем, чем он кажется издалека. Финансовым информационным куратором проекта выступила клиника инновационных технологий Оригитэя, традиционно уделяющая большое внимание искусству во всех его проявлениях. Внутри нашего дворика находится вот этот пряничный домик в миниатюре. Когда вы выходите, вы видите вот эту вот всю красоту. Вы понимаете, что вы действительно находитесь в историческом месте. К слову, проектом реставрации пряничного домика, расположенного в месте бывшей Мещанской слободы 17 века, в Твери занимается скульптор Андрей Комлев. Сама книга интересна еще и тем, что состоит из двух отдельных частей – текста и иллюстраций. Художественное оформление выполнено известным тверским художником Сергеем Комкиным. К слову, на мероприятии все присутствующие могли почувствовать себя художниками и изобразить свой пряничный домик. Мы были как-то детьми, то есть мы всем рисовали, да, независимо, мы умеем, не умеем, нам дают карандаши цветные, мы рисуем все. Я уверяю вас, что и взрослые люди все умеют рисовать просто без разжима. Участники мастер-класса рисовали пастелью, сказочные дома и интерьеры. Многие взрослые вспоминали то, что они изображали, когда были еще совсем детьми. Я все время рисовала, почему-то домики, солнечные, вот цветочки, там котиков, вот что-то такое. Автор книги Владимир Малиновский родился в Торопце. Окончил Калининский политехнический институт. Публиковался в газетах «Вагоностроитель», «Ленинское знамя», «Калининская правда», «Семья». В журнале «Колобок» сотрудничал с всесоюзным радио. В «Вагоностроительном заводе» начал писать. Там у меня вышла первая сказка, сказку мою похвалили, мне, естественно, понравилось, все стало писать дальше. В конце мероприятия для всех читателей прошла фото и автограф-сессия с авторами книги и картин.